Медицина по потребности людей. Новую рабочую неделю губернатор региона Станислав Воскресенский начал с посещения фельдшерско-акушерского пункта в деревне Синеосока Тейковского района. В зону обслуживания ФАПа входят два населенных пункта – Синеосока и Золотниковская пустынь, а также пансионат с лечением «Чайка». 130 человек у нас взрослого населения, 15 человек – бензей, 38 – трудоспособные, 77 – пенсионеры. Строительство ФАПа завершилось зимой. Его стоимость с учетом медицинского оборудования и мебели составила 3,8 миллиона рублей. Здесь есть все необходимое для первичной медико-санитарной помощи. АКГ-аппараты, есть прибор для определения сахарокрови, есть стерилизационные всякие у нас шкафы, сухожары, а есть холодильное оборудование, как видите. Есть неотложка, вот, пожалуйста, посмотрите, посиндромная вся. Есть также дефибриллятор и кислородный концентратор. А это важно, ведь неподалеку федеральная трасса. Правила золотого часа в случае ДТП никто не отменял. Чем ближе будет врачебная помощь, тем больше шансов сохранить жизнь и здоровье пострадавшего. Но есть и недочеты. Их губернатор попросил в ближайшее время исправить и принимать во внимание в будущем. ФАБ построили, но благоустройство не сделали. Тут все это размоет в дождь. Как люди будут ходить, непонятно. Мы сейчас это поправим обязательно. И на будущее надо учесть остальные ФАБ, которые мы будем строить. Мы всего в этом году 11 ФАБ по разным источникам. Что-то за счет нацпроектов, что-то за счет других программ. Потому что люди действительно жалуются на отсутствие ФАБ. В свое время, вы помните, наверное, лет 5 назад такая была массовая программа по закрытию этих ФАБ. Президент не зря сказал в послании, что это было, конечно, неправильно. И помощь должна быть доступна всем. Сейчас в регионе 302 структурных подразделений областных бюджетных учреждений здравоохранения, которые обслуживают 198 тысяч жителей. В 2018 году на федеральные средства закуплены 4 модульных ФАБа. В планах на 2019-й открыть еще 8. И приобрести 5 мобильных медицинских комплексов для проведения профилактических осмотров. Мы в целом вообще, как рассчитываем построить систему здравоохранения, смотреть будем от человека. Чтобы человеку, независимо, где он живет, в Синеосоке, в Ивановке, в Кинишеве, в Шуе, была доступна медицинская помощь. Где-то за счет вот таких комплексов, где-то за счет мобильных комплексов. Будем все анализировать, учитывать качество дорог, время доставки. С учетом прежних ошибок сейчас регион берет курс на развитие сельских территорий, а значит и сельской медицины, доступной и удобной для людей. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново, Тейковский район.